Всем доброго времени суток, друзья и подписчики моего канала. С вами Ина. И сегодня я снимаю видео про работу на Пинтересте. Вторую часть. Это как бы логическое продолжение моего первого видео, где я рассказывала о том, как создавать двумя способами простыми пины. И после этого видео получила некоторые вопросы. И сегодня я их вам озвучу и углублюсь в них. Один из этих вопросов был очень даже справедливо задан. Это вопрос по поводу ссылок. Случается, когда в вашем магазине заканчивается работа листинга, 4 месяца проходит, листинг попадает в просроченный, или бывает, что продукцию покупают, и, соответственно, тоже листинг попадает в проданный. Следующий, ринью, который вы делаете этому листингу, имеет уже другой адрес ссылки. Соответственно, все эти пины, которые были созданы на базе ссылки старой, они как бы теряют свою силу, они прекращают работать. И сейчас вам покажу, как это все выглядит и происходит. И мы с вами именно и поговорим о том, как заменить ссылочку. Поставить новую. Итак, мы на главной страничке Пинтереста. Сейчас я зайду в доску авокадо. Она у меня более-менее такая старенькая. И я вам по ней легко все расскажу. Значит, смотрите, вот эти два пина, созданные мною недавно, они на базе листинга, который я обновила, то есть сделала ринью. Это два новых листинга, два новых пина. Один видео, другой обычная картинка. Вот эти пины, которые идут справа, это уже те как раз пины, которые просрочили, линк которых, ссылка которых больше не работает. И смотрите, что пишет нам тут сам Пинтерест. И эти в том числе пишут. This item is unavailable. This item is unavailable. То есть более это нерабочий, неактивный товар. Соответственно, нам нужно что-то делать с таким листингом. Зайдем на него, и что мы видим? Распродано. This item is unavailable. Вот обратите внимание, что весь этот пин абсолютно пустой. Он не заполнен. Тут нет описания, тут ничего, кроме самой ссылки, на которую, если мы нажимаем, мы видим, что оно нас приводит в тупик, в никуда. В ранее, когда тоже были такие вот ситуации, сейчас уже все поменялось. Ранее было так, что тебя приводили на страничку твоего магазина. Здесь был адрес магазина, и хотя бы вот эта вот старая ссылка могла привезти просто в магазин, если уже не на тот старый листинг. На сегодняшний день уже вообще вот приводит в тупик, даже к магазину вашему не приводит. Поэтому такие вот пины как бы пустые и не имеют никакого содержания. И что бы хотелось здесь сделать? Здесь хотелось бы, конечно же, заменить ссылку. Но так как этот пин создан вот тем способом, вторым, о котором я вам рассказывала, когда вы создаете непосредственно с странички вашего магазина, вот тут есть кнопочка «Сохранить на Пинтерест», или вот здесь тоже, в принципе, то же самое, да, вы сохраняете с магазина прямо на Пинтерест. Вот как раз это вам и пример вот такого вот пина, который не содержит в себе никакого описания, который тяжело редактировать, который мы ничего теперь не сможем сделать, кроме как его удалить. Если же вы создаете прямо с Пинтереста, вот здесь «Создать», «Создать пин», вот таким образом, как сделаны вот эти два пина, тогда у вас больше возможностей. У вас появляется вот такой карандашик в вашем пине, вы нажимаете на него, и у вас есть полная воля редактировать все то, что вы заполняли. Во-первых, тут уже подтягивается, точнее, не подтягивается, вы сами его заполняли, название, описание, значит, и ключевые слова, по которым может быть найден ваш пинтерест. И вот она, самая главная наша ссылочка, которую мы можем убрать, удалить, поставить новую, заменить, и потом нажать «Сохранить». То есть, вывод какой? Сейчас не буду этого делать, так как это рабочая ссылочка у нас. Просто выйду и все. Вывод какой? Создавая пины непосредственно с Пинтереста, вот таким вот способом, как я говорила, создать, мы с ними можем больше работать. То есть, мы их можем сделать более содержательными, мы их можем редактировать и заменять ссылку. Создавая пин со странички магазина, вот тут, как я показывала, мы ничего с ними не сможем сделать после того, как они уже просрочился, срок их действия. Единственное, что мы можем сделать с таким пином, это удалить его. Значит, насчет удаления. Хочу сказать вам сразу, что любой контент, любые соцсети вам рекомендуют не удалять. Даже если контент уже не актуален, даже если контент с ошибкой какой-то, если, конечно, незначительный. То есть, любой контент, который мы создаем, это, по большому счету, информация, которая попадает в интернет, которая попадает в такую сеть, дорожек, который ведет к вашему магазину. И, собственно говоря, поэтому, ну, резко редактировать, удалять ваш контент, даже если он уже не актуален, не стоит. Я, например, не, конечно же, тоже чищу, удаляю некоторые пины, но не делаю это радикально. Делаю это порциями. Например, я смотрю на мои неактивные пины и анализирую их. Вот смотрю, например, вот этот значок означает, сколько раз ваш пин был посмотрен, посмотрен, точнее, появился в ленте вот всех пинов. То есть, не кликали на него, а сколько раз его увидели вот в общей ленте. Тут 121. Сколько раз кто-то прикрепил ваш пин, перепинил, сколько раз был переход по ссылке. И я вот, эта информация мне дает такую аналитическую какую-то информацию, о которой я могу понять, что мне здесь нужно оставлять, что мне здесь не нужно. Например, вот здесь 72 просмотра, все по нулям. Здесь 121. Один переход был. Здесь 100 по нулям. Вот для меня главные вот эти две цифры, честно говоря. Сколько репинило и сколько переходов. Вот тут 111 по нулям. Значит, мы смотрим, какой у нас тут пин самый ленивый. Самый ленивый это вот этот пин. 72 просмотра и все по нулям. Также, когда я вот делаю такой анализ, я еще обращаю внимание на фотографии. Возможно, раз этот пинг хуже всего просматривался, скорее всего, здесь какая-то неудачная фотография. Но это может быть не только потому, что, допустим, цвета какие-то там, чего-то. Может быть, еще просто по качеству самого фото, резкости и так далее и тому подобное. В чем там проблема, почему он не просматривался. Теперь из вот этих всех я выбрала один или два самых таких неудачных, скажем так, и удаляю. Как я это делаю? Так как здесь, вы видите, оно было сохранено способом из магазина, то есть не появляется вот такого карандашика, я сюда просто захожу на этот пинг. И что делаю? Захожу на вот эти три точечки, и здесь есть такое «Изменить пинг». И вот тут, видите, тут тоже опять название уже есть, но это название доски, а тут ничего, никакого содержания нет. И тут появляется «Удалить». И я удаляю. Он меня спросит, вы действительно хотите, уверены, что вы хотите удалить пинг? Да. Вот этот пинг мы удалили. Теперь, смотрите, то есть вот так я удаляю с каждой доски там по одной-две, но при этом я создаю и новые, то есть я как бы взаимозамещаю, не радикально почищаю все, а постепенно, по мере добавления, я удаляю те, которые мне не нужны, не информативные они, ничего от них мы не поймем. Дальше, какую еще мы тут можем информацию найти. Вот смотрите, важно очень добавлять работы каких-то других авторов или ваших соседей, грубо говоря, тогда ваша доска, на ней будет больше посещаемости, и, соответственно, она будет более рабочая. Хорошо это делать ежедневно или через день, но это по мере возможности. У меня, например, я скажу честно, я не делаю это каждый день, потому что у меня просто нет на это столько времени. Как мы ищем дополнительные для этой доски? Значит, вот мы заходим вниз и нажимаем на вот эту вот рамочку, найдите идеи для этой доски. А, тут еще тоже хотелось бы сказать, вот эту зону я тоже анализирую и смотрю. Вот видите, что мне в дополнительные тут подсказывает, как идея сам Пинтерест. Он мне только один файл нашел с авокадо. Остальное все вообще не в тему. Соответственно, я понимаю, что он не совсем хорошо понимает, о чем идет речь вот на этой вот доске. Поэтому здесь нужно побольше описаний. Тут всего два хороших пина, которые содержат описание, содержат ключевые слова. Вот эти все по факту пустые. Поэтому самому Пинтересту тяжело вас кому-то рекомендовать, и добавлять вас в идеи. То есть, вот это тоже можно проанализировать и понять, насколько ваша доска как бы требует доработки. Теперь, значит, на саму рамочку нажимаем, и он нас выводит в идеи для этой доски. Вот видите, даже в идее он мне подсказывает что-то такое, чего вообще далеко от того, чего от самого авокадо, когда в таком случае, если я не вижу здесь ничего, что я могу добавить на эту доску, вообще ничего, я выхожу отсюда, не подходит мне, и иду. Вот поиск пинов. И, например, я тут подбираю авокадо арт. Или сама заношу, или подбираю. Сначала он вам будет искать в ваших пинах. А вот другие идеи снизу появляются. Авокадо арт, которые могут вам понравиться. И тут я уже смотрю, что мне максимально, вот этот я уже добавляла, что мне максимально по тематике, и что мне интересно сохранить для моей доски. Ну, допустим, вот этот мне нравится. К тому же, я вам хочу сказать, что если вы сохраняете видео, то это тоже вам дает дополнительный трафик. Видео приносит больше трафика. Я нажимаю вот здесь на стрелочку, и выбираю доску. Так как у меня тут авокадо пейтинг, я выбираю именно эту доску с авокадо пейтинг. Сохраняю. Все, он сохранился. Теперь я могу, вот написано, сохраненого авокадо. Теперь я могу через общую, сейчас на данный момент, страничку зайду, так, в сохраненные. И захожу на эту доску, и вижу, вот он, этот сохраненный пин. Теперь я этот сохраненный пин двигаю куда-нибудь не сильно низко, но пониже, чтобы все-таки вверху оставались мои пины. Таким способом, удаляя какие-то, добавляя свои и дополнительные, я вот регулирую баланс на этой доске. Вот это вот, что касательно вопросов, как поменять ссылку. То есть, помните, друзья, что вот этот способ создавания пинов отсюда, он быстрый, но вы ничего потом не сможете сделать с этим пином по прошествии времени. А вот этот способ создать отсюда вы прямо с пинтерестом, он более эффективный, но длительный. То есть, все зависит от того, сколько времени вы готовы потратить. Второй момент очень важный. Смотрите, например, я хочу сохранить мой рабочий пин, захожу на него, на доску какого-то там моего, например, друга. Здесь у меня в списке досок я сохраняю доску кого-нибудь, другого автора, скажем так. Вот, например, я вам показываю пример. Есть тут не моя доска, а доска тоже художников. И вот я ее выбираю и отсюда тоже сохраняю на доску других людей. Что хочется здесь сказать? Что вот этот вот ваш линк, который вы можете поменять, создавая вот общим способом, он точно так же поменяется и на доске другого человека, куда вы перепинили или если вас перепинили. То есть, эта ссылочка она подтянется, она отредактируется не только у вас в вашем пинтересте, но и туда, где вы везде и поставляли этот пин, где прикрепили или вас прикрепили. Поэтому способ, скажем так, более эффективный. Ну, вот это в принципе практически все по вопросу как заменить линк или как отредактировать линк. Также я уже рассказала как удалить пин, то есть напоминаю, что это вы можете проговорить еще раз двумя способами. Если пин создан вот таким вот способом из пинтереста, вы через карандашик там есть удалить, да, или если это напрямую с магазина, вы просто заходите на сам пин, нажимаете три точечки и удалить. Это таким способом вы удаляете. Дальше вопрос про разделы. Зайдем на общую страничку сохраненные и вот появляются все доски, которые я создавала. Давайте выберем например вот эту African Woman. так каждой доски вы можете задать лицевую страничку. То есть это больше не для продвижения магазина, не для продвижения ваших работ, а для эстетического вида, для эстетического оформления. Сейчас расскажу о чем я. Значит смотрите когда вы заходите в общем на доску есть тоже карандашик и тут он вам предлагает выбрать обложку доски. Тут же вот вы можете эту галочку переставлять например этот выбрать но мне не очень нравится оставим такой как есть вот и тут вы подтверждаете готово и что еще важно здесь вот смотрите вы тут тоже можете внести описание в принципе это описание уже самой доски не пина а доски на которой у вас все про African Woman сохранено в чем как бы плюс вы можете оставить эту зону пустой но чем больше вы заполняете тем соответственно вы больше размещаете ключевых слов на вашу доску и в целом будет легче найти ваш пин если вы будете больше размещать описание поэтому сюда есть смысл тоже в доску оставить описание и туда повставлять побольше ключевиков поэтому переходим на этот листинг прямо в магазине я копирую все мои слова с названия и вставляю сюда потому что в принципе в названии всегда самые важные ключевые слова вот все вот это можно здесь конечно и запятые поставить так будет легче считываться вот например у меня все одним одним скопом слов ну почему потому что на эти ограничено количество букв и я должна поместиться в какое-то количество этих букв поэтому иногда я запятые убираю но в принципе все равно алгоритм он считает нормально а вот если вы не ограничены количеством символов то пожалуйста ставьте себе сейчас перейдем на клавиатуру вот так африкан вумен и так далее и так далее пейнтинг вот black woman вообще лучше не употреблять здесь это к этому относятся очень негативно да ладно пускай будет тут так ну пейнтинг ну вот так в принципе female face impasto impasto пейнтинг давайте тоже добавим пейнтинг вот у нас описание по факту я забила сюда ключевики и по ним мою доску будут легче искать оставить доску секретной что это означает я вам сейчас покажу это когда только вы сможете просматривать эту доску то есть бывает что художники собирают референсы для своих новых работ и они создают именно такую информацию которую не хотят чтобы видели другие вот здесь эти настройки устанавливаются сейчас я подтвержу значит вот у нас лицевая картинка выставилась здесь же есть и описание но это у нас доска не секретная для публичного осмотрения а теперь покажу вам как выглядят доски секретные у них стоит вот такой вот замочек вот эти доски созданы чисто для вас и тот кто к вам зайдет не увидит вот эту информацию ну и последний еще был вопрос про карусельку сейчас вам покажу как она создается создам новый пин создать пин тоже опять же видите я создаю прямо отсюда потому что потом с таким пином легче работать теперь перетащите изображение открываю папочку где у меня собрано несколько фотографий нужного мне нужной работы которую я потом буду буду по ней создавать вот например это работа с бабочками я удерживаю control и выбираю те работы которые я хочу разместить это должно быть где-то пять фотографий смотрим чтобы они не повторялись раз два раз два три четыре ну и какую пятую вот эту тоже хотелось но она немножко по цвету не отражает реальность ну давайте пускай будет сдалека упс копии наделала ладно это я потом удалю раз два три четыре пять это бывает так рука соскользнет но ничего это просто копии так в общем мы пять выбрали и нажимаем открыть и вот смотрите все они подтянулись здесь будет каруселька из пяти работ вы можете четыре поставить сколько угодно вот на этой же страничке вы можете создать калаш но тут ребит конечно калаш это одна единственная картинка просто много ваших фотографий сгруппировано в эту одну картинку а здесь вы сможете листать и так пока оставим так как есть потом порядок просмотра фотографий вы сможете задать в дальнейших настройках создаем пин выбираем карусель создаем пин так и вот смотрите сейчас уже у нас более-менее оно все просматривается но чтобы правильно задать порядок мы не сказала да какую нажала кнопочку ну ладно я вам потом еще раз покажу итак смотрим какая самая удачная фотография самая первая фотография должна быть покрупнее переставляем ее и так как вот здесь уж прям совсем они похожи поразбавим тоже по тому же принципу покрупнее вперед вот так все вот это вот более-менее мне такой порядок нравится готово вот она эта кнопочка изменить порядок то что я быстро так нажала да вот собственно с помощью вот этих всех инструментов вы можете редактировать как угодно на самом деле пинтерест чем удобен он очень он русифицирован и вы то что непонятно совсем уже можете там читать подчитывать теперь всю информацию чтобы заполнить здесь внутри пока авокадо закроем мы заходим на листинг и тут методом копирования вот вот в этом тут тоже нам не нужно вот в этом то и минус этого способа создания пина что он такой вот длительный тут надо проверять режима butterfly painting aso painting original artwork aso card aso butterfly set mini painting ничего не хочется удалять на самом деле артворк давайте удалим вот у нас минус 31 это много придется удалять set card card set insects давайте насекомое удаляем что еще ну давайте мини поинтинг удалим вот вы себе так думайте что вот эти слова которые вы удаляете это те как по факту ключевики которые вы удаляете поэтому чтобы правильнее поудалять вы удаляете то что удублируется butterfly painting aso painting например смотрите у меня painting тут три раза используется вот раз два три это очень много давайте оставим aso просто и так понятно что это такое и вот мы как бы нормально подразбавили так это наше название описание в описании всегда добавляю контакты и немножечко тоже про butterfly то есть ключевиков тоже немножечко добавляю сейчас мы опять скопируем и сначала пишу вот это а потом иногда я создаю пины где только описание иногда я создаю пины с контактами только контакты в основном вот но опять же я напоминаю что то что вы заполните туда это ваши ключевые слова и по ним вас будут искать поэтому переусердствовать с контактами тоже не надо вот описание тоже важно так смотрим чего мы тут оставили эти веб-сайт что мы можем удалить twitter например удалим twitter уже 26 символов и давайте пинтерест потому что мы и так в принципе в пинтересте 22 хорошо вот это подходит подходит здесь осталось еще 22 знака но мне так нормально теперь значит ссылочку ссылочку опять копируем отсюда выкопируем ее до знака вопроса копии добавляем и теперь я ее еще раз проверю это примитивненько так проверять но лучше заранее проверить еще несколько раз все ссылочка есть теперь опять копируем название для чего для того чтобы потом создать еще и доску потому что такой доски у меня нету выбираю доску создать доску нажимаю так и тут опять нам нужно вот тут я и поудаляю знаки припинания чтобы немножечко butterfly original асэо удаляем карт что еще можем плейдинг тут есть ну давайте original butterfly original уберем вот это все мы зашли в количество символов которые нам нужно butterfly painting асэо original artwork асэо два раза асэо ну да ладно в принципе самое основное здесь есть все вот опять же если хотите секретное ставите здесь галочку но мы не хотим создаем это была доска вот сейчас она эта доска здесь подсветилась и вот этот вот вот эту карусельку которую мы создали мы ее публикуем на эту доску ждем немножко потому что в принципе занимает время чтобы опубликовать так сохранено butterfly painting отлично мы можем отсюда посмотреть но я предпочитаю с главной странички вот она butterfly painting то пока один пин сюда конечно же нужно добавлять наполнять чтобы оно было рабочее смотрите и отсюда вам листается ваша каруселька и заходя просто на пин вы можете листать как вам нравится и проверим тоже отсюда вас ссылочку все работает переход сразу идет на магазин вот в принципе и все друзья что хотелось рассказать я так вкратце осветила все основные вопросы которые мне были заданы вот хочу напомнить еще что я собираюсь следующего месяца готовить информацию еще и по тому как работать в инстаграм как продвигать свои товары в инстаграм поэтому подписывайтесь задавайте вопросы ставьте лайки мы уже увидимся с вами совсем скоро всего хорошего и до новых встреч пока пока